Великодержавные проблемы. Россия хочет контролировать и Арктику. Тенатианал Инкерест, США. Джефф Аптон. Тенатианал Инкерест, США. 28 апреля 2019 года. Градус напряженности за полярным кругом растет. В этом месяце российское правительство вызвало раздражение в Вашингтоне, предъявив свои права на Северный морской путь, СМП. Этот водный маршрут, идущий от границы России с Норвегией до разделяющего Сибири и Аляску Берингово пролива, становится одной из самых важных торговых артерий в мире. Новый закон требует, чтобы все иностранные военные корабли, пользующиеся этим маршрутом, получали у России разрешение на проход как минимум за 45 дней. Причем Москва может утверждать заявку или отвечать отказом на свое усмотрение. В случае несанкционированного прохождения Россия может арестовать корабль-нарушитель или даже уничтожить его. Значительная часть СМП проходит через исключительную экономическую зону России. Это 200-мильная морская полоса, где Москва может устанавливать свои правила. Однако остальные участки, прежде всего, Берингов пролив, находятся в международных водах, а там безопасный проход иностранным военным кораблям гарантирован. Этот закон показывает, как Россия бросает вызов другим региональным державам. Когда командующий ВМС США Джеймс Фога, Ямесь Фога, объявил Арктику ничьим озером, российские политики подняли его на смех. В результате климатических изменений происходит таяние ледового покрова, а это открывает новые коммерческие возможности. Таяние морчкового льда поможет арктическим странам освоить огромные запасы углеводородов в этом регионе. СМП также может стать крупным судоходным коридором, позволяющим вдвое сократить время в пути из Китая в Европу. Предоставление судам права прохода или докольная проводка позволит Москве получать солидную прибыль от транзитных сборов. Одновременно регион становится крупной геополитической горячей точкой. В последние годы Россия резко расширила свое присутствие на Крайнем Севере, создав там цепочку новых военных авиационных баз. У вооруженных сил страны появились новые подводные лодки, самолеты и танки, предназначенные для ведения боевых действий в арктических условиях. В дополнение к ледокольному флоту, насчитывающему 40 судов, Россия строит еще 8, в том числе, 2 военных корабля ледового класса с крылатыми ракетами. Эти суда позволят ВМФ России реагировать на угрозы безопасности, содействовать зарождающейся коммерческой активности и защищать исключительную экономическую зону России. В отличие от российских вооруженных сил, американские войска настолько плохо подготовлены к выполнению задач в Заполярье, что это вызывает насмешки у российских военных экспертов. К северу от Полярного круга у США нет ни одной крупной базы. У них также нет самолетов и боевых кораблей, способных действовать в условиях таких низких температур. В еще более плачевном состоянии находится ледокольный флот ВМС США, сократившийся до двух судов. Член экипажа единственного американского тяжелого ледокола Полярная звезда, Поларстар, в прошлом году едва избежали катастрофы, когда ледяная вода начала поступать в трюм корабля через прорейхи в корпусе, которому уже 1942 года. Три года назад после взрыва генератора инженерам пришлось придумать новую деталь, воспользовавшись комплектом для ремонта досок для серфинга. В 2018 году Сенат, наконец, одобрил выделение средств на строительство нового судна стоимостью 750 миллионов долларов. Однако палата представителей перенаправила эти деньги на строительство пограничной стены Дональда Трампа, в конечном итоге средства на строительство ледокола в прошлом месяце все таки были выделены. Из-за неравенства силы американским войскам будет нелегко реагировать в кризисных ситуациях. Российские войска, вторгшись в исключительную экономическую зону США или устроив там демонстрацию силы, могут застать крупнейшую в мире военную державу врасплох. «Мы должны иначе смотреть на действия ледоколов», – заявил в 2017 году Конгрессу адмирал Пол Сукунуфт, Пауль Сукунуфт, предупредивший законодателей, что российские войска могут распространить свое влияние в арктических водах на 5 с лишним миллионов квадратных миль. Пока не ясно, сможет ли арктический гамбит Москвы принести ощутимые результаты. Благодаря потеплению разрабатывать месторождение полезных ископаемых будет легче, но снижение ценной сырье и американские санкции, которые ограничивают России доступ к технологиям, используемым в геологоразведочном бурении на арктическом шельфе, могут сделать эти проекты нерентабельными. Между тем, вспомогательные инфраструктуры СМП, например, модернизированные порты для торговых судов, будет готовы не раньше, чем через 10 лет. Кроме того, из-за огромных начальных затрат испытывающему финансовые затруднения российскому правительству, возможно, придется уступить свое первоначальное господство Китаю, который в прошлом году обнародовал планы по расширению своей инициативы «Один пояс – один путь до Северного полюса». В обозримом будущем Арктика будет лишена того геополитического значения, какой имеет водные пути в Южно-Китайском море или Суэцкий канал. Но некогда непроходимый регион сегодня становится ареной борьбы мировых держав за господство. Следует ожидать, что Вашингтон начнет уделять больше внимания проблемам безопасности в Арктике. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...